которые существуют в современном уже пластическом процессе. Но с другой стороны, до сих пор ее используют, она является наиболее известной классификацией, потому что все попытки создать другие классификации, они приводили либо к тому, что типов политических систем выделялось, ну, очень много, там, 20, 30, иногда и 40, да, либо очень усложненная эта классификация, вот, связано это с тем, что сегодня более 200 стран, 200 стран в современном мире, и объединить эти страны в какие-то типы, универсальные типы политической системы, крайне сложно, поэтому до сих пор используются классификации Алмана. Значит, отметьте, естественно, что когда Алмана выделял те или иные типы политических систем, он выделял основания, да, этой классификации. Основаниями классификации Алмана, во-первых, основаниями классификации Алмана, во-первых, это разделение, система разделения властей. Почитал он, анализировал систему разделения властей, либо, как он писал, систему разделения ранее между институтами, то есть как те или иные политические институты взаимодействуют, есть ли доминирующие институты, нет этих институтов и так далее, да, то есть систему разделения властей он смотрел, и во-вторых, он смотрел особенности политической культуры, политическую культуру. Особенности политической культуры рассматривал. То есть вот эти два основания легли о классификации, классификации Алмана. И в результате он выделил четыре типа властей системы. Мне написано, Аркадий, Леонид, Моисей, Олег, Гимон. Первый тип – это англо-американские властей системы. Я сейчас записал. Восемь. Моисей не знает. Англо-американские системы. Из названия понятно, какие страны относятся к этим системам, прежде всего. Это Соединенные Штаты, это Великобритания, это Австралия, это Канада, это Новая Зеландия, это страны с англо-американской политической системой. Значит, что касается разделения властей, то в этих системах, как считал Алмана, очень четкое и жесткое разделение властей, четкая система разделения властей. Каждый институт выполняет свои функции, нет доминирующих институтов. Четкая система разделения властей, каждый институт выполняет свои функции, нет никаких доминирующих институтов. И что касается культуры, то Алман полагал, что в этих странах гомогенная культура, то есть однородная политическая культура, основанная на либеральных ценностях, на ценностях свободы, частной собственности, индивидуализма и так далее. Культура однородная. То есть это ценности, которые обвиняют всех граждан. Вторым типом культура, вернее политических систем, являются континентально-европейские системы. Континентально-европейские системы. Они говорили, проверяли тесты. Естественно, к этим системам относятся страны континентальной Европы. Прежде всего это Германия, Исталия, Испания, Франция и так далее. Вектор подносит поток и вероятность. Что такое? Германия, Испания, Франция. В принципе, все страны континентальные Европы, но это, естественно, континентальные европейские системы. Значит, что отличает эти системы? Во-первых, здесь так же, как и в англо-американских, достаточно четкое разделение властей. Это достаточно четкая и отлаженная система разделения властей. Хотя в некоторых странах имеются тенденции к централизации власти. К централизации власти, либо к усилению. Напишите, исполнительные власти. В некоторых странах имеются тенденции, традиции, централизованной власти, усиления исполнительной, прежде всего, власти. Например, та же Франция или Италия, например. Во Франции, Франция сейчас, Французская республика, живет по Конституции 1958 года, 1958 года. Это пятая республика, созданная Деголем, генералом Деголем. И Деголь был очень популярным президентом, его уважали граждане, герой второй мировой войны. И в этой ситуации Деголе не очень нравилось советоваться к парламенту. То есть некоторые решения, которые парламент не поддерживал, а Деголем хотел, чтобы они прошли через парламент, и что делал в этой ситуации Деголем? Он просто обвязлял референтум, обращался к гражданам, выносил этот вопрос на референтум, граждане его поддерживали, и он принимал в обход глава, это то или иное решение. От ректора, это значит то, что у тебя вероятность, все это на поле не распределена. И пять раз это ему входило, вернее, четыре раза это ему зашло, вдруг на пятый раз граждане вдруг проголосовали против. А он ничего более обиделся, он в обходах. Лучше уважайте посмотреть. Значит, но, тем не менее, вот такие вещи невозможны в Америке, в Англии, да, никогда. Американский президент вообще не имеет возможности просить тот или иной вопрос на референтум. Только на уровне штатов могут проводиться референдумы, а общего государственного референума США вредь не может. Президент должен договариваться с Конгрессом, никаких здесь вопросов он вообще не может. Вот это и есть тенденция к нейтрализации власти, когда власть в виде президента, реферера, да, держит у тебя больше полномочий, а значит, ты, соответственно, не всегда находишь компромисс с законодательной властью. В той же Франции очень часто случаи, когда президент просто распускал правительство, либо, соответственно, там, система такова, что распускает и парламент, и назначал новые выборы, например, да, что тоже, в общем-то, нарушает баланс и систему разделения власти. Ну и, наконец, второй момент, касающийся культуры, второй признак континентальной европейских систем – это расколотая политическая культура. Если в Штатах, в Англии, она гомогенная и однородная, в Европе она расколотая. Расколотая культура. Расколотая культура. Значит, во-первых, что означает расколотость культуры? Означает это то, что в том или ином европейском государстве сосуществуют различные группы населения. Как правило, речь идет о национальных группах, бывают и религиозные группы. Сосуществуют различные группы населения, которым очень сложно приходить к какому-то компромиссу, к какому-то общему решению, компромиссу и так далее. Сосуществуют различные группы, чаще всего национальные, либо религиозные, которым сложно приходить к общему решению, к общему компромиссу и так далее. Значит, это первый признак расколтости культур. Например, приведите в пример такие страны, как Бельгия, Швейцария, Голландия. Это многосоставные общества, которые состоят из различных национальных, религиозных, религиозных групп. И достаточно сложно здесь находить компромисс. Например, самый яркий пример – это Бельгия. Бельгия вообще искусственно созданное государство из двух образований, где 56% населения Бельгии – это фламандцы. И проживают они в регионе Фландрия. Это голландцы, если попроще. Но называются они голландцы. И 32% – это волны. Проживают они в Волуни. И это французы. Значит, эти две группы населения, вот она поделена между этими районами, на эти два фактически региона, они не любят друг друга просто со страшной силой. То есть ненависть огромная. Самое интересное даже выражается в том, что процент межнациональных браков здесь крайне низкий. То есть, живя в одном государстве, живут достаточно замкнуты друг от друга. Более того, в Флангрии – очень экономически развитый регион, в Волунии более бедный. Голландцы считают, что французы ленивы, они должны их кормить и так далее, и так далее. Поднимается всегда вопрос о том, что Флангрия будет отделяться, ну и тому подобное. То есть, осуществовать этим группам вместе достаточно сложно. С учетом демократии, как вы понимаете, доминируют фломанцы. И поэтому, опять же, французам сложно провести своих представителей структуры власти. Поэтому, вот отметим, что несмотря на эту расколотость, когда мы говорим о различных национальных группах, во всех европейских странах существуют политические механизмы урегулирования этих конфликтов. То есть, противоречия между этими группами не сказываются, это все в насилие, с насилием не сводится, а находят политические механизмы для того, чтобы урегулировать вот те или иные проблемы и противоречия. Например, в Бельгии существует, можно не записывать, просто как это происходит, в Бельгии существует принципы с такой равной пропорциональности, когда в парламенте обязательно закрепляется квота за французами, то есть, есть места, например, то место в парламенте закреплено за баллонами, и фломанцы на них претен давать не могут. Поэтому здесь обязательно французы получают свое представительство. В французском правительстве, в бельгийском, вне зависимости от партийности и надлежности, обязательно, и вне зависимости от результатов, даже выборов, обязательно должны быть представители одной группы и второй группы, для того, чтобы вот этот некий компромисс был обеспечен хотя бы политическими средствами. Второй момент, второй особенностью расколотых систем, если мы говорим о современной уже Европе, отметьте, является, конечно, миграция. Глобальная проблема современной Европы – это миграция, которая делит европейские государства и усиливает вот эту расколотость. Сегодня в любом европейском государстве 10-12% – это миграции. То есть я говорю о гражданах государства, например, во Франции, да, сегодня уже порядка 15% – это арабы, да, арабское население. То есть это не те, кто приехал и имеет просто вид на жительство, а это уже граждане государства, это бывшие мигранты, либо там дети мигрантов, да. Естественно, как правило, это мусульмане, либо это там индийцы, пакистанцы, разные, зависит все уже от конкретного государства. Естественно, это приводит, в общем-то, к совершенно другой кристуре, естественно, это приводит к внутренним противоречиям, культуре – это склонность и глобальная проблема для современной Европы. Если Америка, да, и Соединенные Штаты – это страна иммигрантская, иммигранты для нее – это норма жизни, то Европа – это мононациональное, это число государства, да, хоть и там различные национальные могут в группе присутствовать, но это все равно все они европейцы, да. В Швейцарии проживают там немцы, французы и итальянцы, но все они европейцы. Сейчас система меняется, структура общества меняется, все это в темографической ситуации, которая сегодня в Европе, опять же, состав населения меняется, все это приводит к очень серьезным противоречиям внутри европейского общества. Вот если уже говорили о Бельгии, в прошлом году самым популярным именем, значит, в Бельгии, да, которым называли мальчика, стало имя Мухаммед. Это говорит о многом, да, о том, что, в общем-то, структура общества европейских, она меняется, и, может, противоречия между волонами и фламандцами уже не столь становится, но и статуально, сколько противоречия между другими социациональными группами, и уними, да, религиозными. А, значит, среди издевочные пары? А политические системы, третий тип, это доиндустриальные, доиндустриальные и частичноиндустриальные системы. Доиндустриальные и частичноиндустриальные системы. Этот тип включает в себя большинство, наверное, государств современного мира, по мнению Алмонда. Это государства Азии, Латинской Америки, некоторые государства Африки, которые все-таки оформились как политические системы. Значит, государства Латинской Америки, Азии, Африки. Россия всегда не относится? Сложно с Россией. Когда Алмон рассматривал, вот там будет четвертый тип, относил ее к четвертому типу, к которому она уже не относится. На сегодняшний момент сложно отнести Россию какому-то одному типу политической системы. А Россия большое государство, различные регионы. И, в принципе, на сегодняшний момент часть регионов, она, в общем-то, в той или иной степени относится к континентально-европейским системам, с расколотостью, но и с определенными нарушениями в системе разделения властей, естественно. Но часть регионов относится именно к доиндустриальным и частично-индустриальным системам. И сейчас расскажу, чем они отличаются. Значит, в этих системах не действует система разделения властей, система разделения ролей между институтами. Эта система не действует. Обязательно есть доминирующие институты в рамках данных систем, которыми выступают, в качестве этих институтов выступают армия, выступают партия, выступают органы госбезопасности, по-разному структуры могут исполнить для власти, но реальная система разделения властей, сдерживания противовесов, в этих системах нет. И что касается культуры, отметим, что в доиндустриальных системах культура политическая, смешанная или разорванная. Смешанная или разорванная? Смешанная или разорванная? Если европейская культура, она все-таки достаточно единая, но она расколота на разные сегменты, на разные группы, но они все европейцы, особенно в современном Европейском Союзе, то системы институт реальные, это действительно разорванные системы, где сосуществуют различные национальные, этнические, клановые, родственные группировки, и которые не могут никогда прийти ни к какому компромиссу, и, естественно, единственным способом решения их проблем является насилие. Значит, разорванная культура, отметить, это, скажем так, этот термин свидетельствует о том, что существуют различные национальные, религиозные, клановые, родственные группы в том или ином государстве, которые, опять-таки, не могут между собой договариваться, приходить к компромиссу, но здесь уже нет никаких политических механизмов урегулирования этих проблем, здесь есть только насилие. Урегулируются эти проблемы, регулируются эти проблемы именно с помощью насилия. Как это происходит? Одна группировка захватывает один клан, одна группа этническая захватывает власть, ущемляет другие, уничтожает другие группы, потом через 10, 20, 30, по-разному, это зависит уже от конкретного государства лет, происходит смена, и уже другая группировка начинает вести себя точно так же, как до этого дели те иные группы. Ярким примером сейчас является, конечно, Сирия. В Сирии, если вы следите немножечко за политическим процессом, вы знаете, что в Сирии идет война гражданская, по сути, религиозная, вообще-то война, и в окно религиозный конфликт. А 10, по-разному оценку, 12% населения Сирии – алавиты, 80% населения Сирии – это суниты. Значит, и суниты, это можете не записывать, естественно, и суниты, и алавиты – это мусульманы. Но в мусульманстве, так же, как в христианстве, существует направление. В христианстве – это православие, католицизм, ракистантизм, а в мусульманстве – есть суниты и есть шииты. Шииты. Вот это два основных направления. Алавиты всегда рассматривали, как все, чем мусульманцы, а суниты к ним относятся крайне некорректно, но в последние, там, у вас где-то 30 лет, они, в общем-то, приближаются, вот, к шиитам. Шииты их приняли, и, в общем, их уже называют, ну, это не совсем шииты, но, в общем, близкие к шиитам. А президент Сирии – ваша раса, так же, как его отец, Хатис Атас, который захватил 70-е годы лада власти Сирии, они принадлежат вот к этой группе. Вся армия Сирии, которая является доминирующим институтом в Сирии, 90% – это аллогиты. Значит, и, соответственно, вот эта группа, она подавляет остальное большинство населения. Этот режим существует, еще раз повторюсь, достаточно давно, 70-х годов, и, естественно, что те конфликты, которые с помощью насилия, там, архитектарной власти как-то решались, сейчас, значит, в силу, там, различных уже изменений, это все выклескивает по гражданскую войну. Вот это классический такой пример доиндустриальных и частичноиндустриальных систем. Если мы берем Россию, то, конечно, к подобным типам систем у нас относится Северный Кавказ, конечно, да? А если, допустим, возьмите Кистан, то там планируется между, там пытаются найти компромиссы, скажем так, между различными кланами. Там три основных клана. Один клан, который, значит, представитель которого президент республики, второй клан, представитель второго клана основного – это глава бюлсовета, то есть законодательной власти республики, представитель третьего клана – мэр столицы республики, Махачкалы. Соответственно, вот, ну, тем не менее, значит, прийти к какому-то компромиссу там сложно, и там выборы, например, всегда проходят в форме перестрелки, да? То есть, естественно, что здесь говорить о каких-то политических урегулированиях, политических проблем крайне сложно. Если вы возьмете современную Чечню, например, Чеченскую республику, то там просто один тейп, там тейповая система, ну, рот, фактический клан также, да? Он, значит, сегодня доминирует в системе, оподавляя все остальные группировки. Соответственно, это тоже, вот, пример, доиндустриальных и частичных индустриальных систем. Четвертый тип систем – это тоталитарные системы. Тоталитарные политические системы. Тоталитарные политические системы. Более подробно о тоталитарных системах мы поговорим о особенностях тоталитаризма в теме режима, но отметьте, значит, тоталитарные системы, конечно, не предполагают вообще никакой системы разделения властей. Не предполагают никакой системы разделения властей. Вот когда Алманд составлял эту систему в 70-е годы, хотя сложно уже говорить о тоталитаризме в Советском Союзе, но, тем не менее, он относил ближе к тоталитарной системам Советский Союз. На сегодняшний момент классической тоталитарной системой является Северная Корея, да? В качестве примера можете отметить. Другие страны все-таки это уже более мягкие режимы и системы. Значит, нет никакой системы разделения властей. Доминирующим институтом всегда выступает политическая партия. Безусловно, доминируют силовые структуры, подавляющие там оппозиционные настроения, интересы, но всегда главной властвующей силой является политическая партия в тоталитарных системах. И что касается культуры, то культура здесь достаточно однородна, достаточно однородна. Но эта однородность достигается не общими ценностями, которые разделяют граждане, не каким-то общим, этническим, строится не на общих этнических, национальных основаниях, анатотальной идеологии. Идеология, которая контролирует все стеры жизни человека. Идеология, которую разделяют граждане, руководство, да? Несмотря на то, что ее могут не все разделять, тем не менее, она доминирует и этим объединяет это государство. То есть вот это отличительные средства и тоталитарных систем. Последнее, что запишите в теме политической системы, это то, что вне зависимости от вообще характера политической системы, от того или иного государства, самым главным, когда мы говорим о политической системе и анализируем политическую систему, то, безусловно, политическая система должна быть адекватна тому обществу, той истории, той культуре, в которой она возникает. И поэтому, значит, основным, когда мы говорим о политической системе, является ее адекватность. Потому что если вы те или иные институты, те или иные характеристики какой-то страны переносите в другую страну, то не всегда, естественно, здесь получается хороший результат. Значит, адекватность и эффективность. Второй основной момент при исследовании политических систем – это эффективность системы. Нет хороших и плохих систем, но система, безусловно, должна быть эффективной. Эффективность системы – это уровень жизни ее граждан. Какой бы она ни была, авторитарная, демократическая, главный показатель – это жизнь граждан, уровень жизни граждан, качество жизни граждан. Естественно, что если мы берем физические данные, то, конечно, демократические государства, они здесь идут впереди, и другие государства по уровню качественной жизни, поэтому считается, что эти системы более эффективны. Но именно потому, что эффективность является главным показателем. Так, давайте перерыв сделаем. Значит, работы возьмите у вас с вами. У меня еще бабушка болеет. Значит, мы с вами об этом говорили, что двумя основными политическими институтами являются государства и гражданской области. И на их взаимодействии и определяют… Он сейчас сказал, что после швёртого. И на их взаимодействии мы с вами будем рассматривать, что из себя представляет государство, как политический институт. Значит, государство и общество – это два главных политического института, и мы с вами начинаем рассматривать государство, как глобальный политический институт, что он из себя представляет. Значит, отметим, что государство – это политическая целостность, которая закреплена на определенной территории, находится на определенной территории и представляет из себя механизм управления этой территорией, населением и так далее. Государство – это целостность, закрепленная на территории, которая представляет из себя определенный механизм управления. Механизм управления. Значит, главная характеристика государства является суверенитет. Государственный суверенитет – это независимость государства одного государства от другого государства. Значит, главной характеристикой государства является, во-первых, суверенность и его суверенитет, то есть независимость государства от других государств. Во-вторых, уже из определения понятно, что государство не может существовать без территории. Территория – тоже характеристика и признак государства. Третье – это население, которое находится в юридических отношениях с государством в виде системы гражданства и системы ввода. Ну и, наконец, государство, как я уже сказала, это механизм управления. Механизм управления, который позволяет сохранять суверенность, охранять территорию и контролировать население. Механизм управления. Данный механизм управления, то есть государство как механизм управления состоит из трех элементов, характеризуется тремя элементами. Это политический режим. Это режим. Это форма правления. Форма правления. И это тип государственного устройства. Тип государственного устройства. Значит, механизм управления предполагает наличие режима, формы правления и определенного типа того или иного типа государственного устройства. И, соответственно, начинаем мы с вами рассматривать государство и как механизм управления с понятия политический режим. Отметьте, политический режим. Режим. Что такое режим? Режим это форма осуществления власти. То есть как власть осуществляется в том или ином государстве. Значит, режим это форма осуществления власти. Форма осуществления власти. Форма осуществления власти. Существует два типа политических режима. Два типа политических режима. Это демократические режимы и недемократические режимы. Режимы бывают демократические и недемократические. Что предполагает демократический режим? Какие характеристики демократических режимов существуют, когда мы говорим, что то или иное государство является демократией? Важнейший элемент характеристики демократического режима и важнейшей характеристикой является тот факт, что хотя бы один из высших органов власти избирается. То есть, естественно, демократия предполагает выбор на ситуации, предполагает институт выбора. И в демократии хотя бы один из высших органов власти должен избираться. Все зависит уже от конкретной конфигурации политического режима. Может избираться один орган высшей власти, может два органа высшей власти. В России мы сколько органов лучшей структуры высшей власти избираем? Дума и президента. Абсолютно верно. Например, если мы берем Великобританию, избирается только один орган высшей власти. Это парламент, палата, палата общая. Это не влияет на демократичность, но, соответственно, выборы обязательно должны быть в демократии. Второй отличительной особенностью демократии является то, что является характер выборов. Потому что выборы проводятся и в недемократических режимах. Но вопрос, какие это выборы. Значит, вы отметьте, выборы должны быть честными и соревновательными. В демократии выборы должны быть честными и соревновательными. Что за смех? Честные и соревновательные выборы. Что означает честность выбора? Значит, у нас даже существует такой лошадь в последнее время за честные выборы. Не совсем правильно его, скажем так, если правильно, научную точку зрения его формулируют. Потому что честность выборов, это не означает, что все правильно посчитано. Потому что если все неправильно посчитали, то это, в общем-то, нелегальный выбор, незаконный выбор. Уже тут никакой честности или нечестности не говорится. Если действуют все по формулировке Сталина, так сказать, он в свое время сказал о том, что не важно, как проголосуют, главное, как посчитают. Если посчитают, как хотят, то, соответственно, это уже нелегальные, по сути, выборы. Честность выборов, прежде всего, когда говорят о честности выборов, имеет в виду существование оппозиционных, неподчиненных государству средств массовой информации. Что существуют независимые СМИ, через которые оппозиционные политические силы могут довести свою точку зрения, могут довести свои предложения до избирателей. То есть, что существуют независимые, неподконтрольные государства средства массовой информации, которые позволяют обращаться к избирателям, оппозиционным партиям. По-разному, опять же, в разных странах в Америке, например, не существует вообще государственных средств массовой информации. Есть одна государственная радиостанция «Голос Америки», но вещает она вне США, внутри США она не обещает. Значит, это не говорит о том, что американские СМИ абсолютно все независимы от власти. Значит, власть влияет, но тем не менее существуют независимые средства массовой информации, которые представляют интересы там различных, либо средства массовой информации, которые представляют интересы различных там политических сил. И, естественно, что это позволяет различным политическим партиям, ну, основным партиям в Соединенных Штатах доводить свои предложения до избирателей. В Европе очень большой процент государственных СМИ, тем не менее, есть СМИ независимые. А соревновательные выборы, отметьте, речь идет о том, что все легальные партии могут принимать участие в выборах. Все легальные политические партии могут принимать участие в выборах. Легальные, то есть зарегистрированные партии, как правило, в любой стране существует процедура регистрации партий, и здесь на этом этапе отсекаются там устро-националистические, фашистские, неонацистские и другие там политические силы. Но все легальные партии, которые существуют, они должны спокойно или без всяких там потенциальных лиц за стороны действующей власти принимать участие в выборах. И для регистрации на выборах не должно служить, значит, таким политическим силам, чиниться в таких препятствиях. А, значит, следующая характеристика, отметьте, третья особенность демократии, это соблюдение прав человека. Значит, выборы должны быть, они должны быть честными и соревновательными, обязательно должны соблюдаться права человека в демократии. Права различных меньшинств, национальных меньшинств, религиозных, разные точки зрения. Люди должны быть, и власть должна быть толерантна совершенно другим точкам зрения, оппозиционным точкам зрения и так далее. И права человека, конечно, обязательно соблюдаются, ну, в той или иной степени соблюдаются в демократических странах. Что касается недемократических режимов, а здесь мы не будем предислить какие-то характеристики, но отметим, что за чисто недемократических режимов выборы проводятся. Но эти выборы не являются нечестными и не соревновательными, и, естественно, никакие права человека в недемократических режимах опять же не соблюдаются. Существует три типа демократических режимов. Значит, мы с вами поделили режимы, бывают демократические и недемократические. Какие типы тех или иных режимов существуют? Что касается демократических режимов, существует три типа демократических режимов. Во-первых, это президентский режим. Классическим типом президентского режима являются Соединенные Штаты Америки. Классический тип президентского режима. Классический тип. Также можете отметить, что страны Латинской Америки, большинство стран, это страны с президентским режимом. Классический тип. Россия не является страной с президентским режимом. Несмотря на то, что власть президента огромная, и наш режим называют суперпрезидентским, я уже говорила, гиперпрезидентским, но тем не менее, по целому ряду характеристик, главной, ключевой характеристик, он не относится к президентскому режиму. Что предполагает президентский режим? Первое. Это жесткая система разделения властей. Жесткая система разделения властей, в которой избираются две структуры высшей власти, президент и палата парламента. Законодательная в законодательная в власти и президент. Отметьте, что президент в президентском режиме, это главная характеристика этого режима, является главой исполнительной власти. То есть фактически избирается законодательная власть и власть исполнительная. Президент в этом режиме, глава исполнительной власти. Кто в России глава исполнительной власти? Премьер-министр. Премьер-министр. В Америке никаких премьеров нет, у них нет даже правительства. Значит, все ведомства, есть ведомства, которые напрямую подчиняются президенту. Президент, глава исполнительной власти, глава государства, главнокомандующий и так далее. Что касается России, то есть глава государства, является президентом, есть исполнительная власть, которым управляет премьер. Поэтому режим России не президентский. Значит, отметим, что между президентом исполнительной власти и парламентом, да, законодательной властью действует система сдержек и противовесов. Система сдержек и противовесов, о которой мы с вами говорили. Система сдержек и противовесов, которая выражается, естественно, в контроле людей власти друг над другом. Соответственно, президент обладает правом бета, парламент обладает правом мастерства и так далее. Эту систему мы с вами уже не говорили. Единственный, кстати говоря, закон, который не подпадает под бета, который ежегодно должен приниматься в стране, это бюджет. Бюджеты по бюджету президент и парламент должны обязательно договариваться. Но, в принципе, президент обладает этим правом и ограничивает и контролирует парламент. Парламент, в свою очередь, может контролировать президентом. Кстати говоря, в президентских режимах чаще всего договариваются сроки правления. Но в президентских режимах зачастую, в большинстве президентских режимах, существует два срока правления. Только одного, когда один человек может возглавлять, быть президентом, только два срока. Если мы говорим о Соединенных Штатах, то, соответственно, первый президент Америки, он сбирался на два срока. Закона у них этого не было, но потом они ввели именно поправку в Конституцию, о том, что это только два срока. Единственное исключение представлял Рудвич, который сбрался на четыре срока. Значит, второй тип режимов, отметьте, это парламентский режим. Парламентский. Примером являются Великобритания, Германия, Италия, Испания, Португалия. Ну, в общем, бывает большинство стран европейских, это страны с парламентским режимом. Парламентский режим. Значит, отметьте, парламентский режим предполагает мягкое разделение властей. Мягкое, в отличие от президентского, это жесткое. Здесь мягкое разделение властей. И сбирается один высшор на власти, это палата парламентства. Почему мы его не можем представить в виде типа, ну, когда-то взять Е и КАИС, типа КОФИНС, СОЦ, 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 СОЦ. Мягкое разделение властей, парламентства. Хочешь сильно такой смысл. Ну, это не ты на этот ответ. Мы не сказали, что это неправильно. Я бы подумала, может быть, это потому, что плоская, а если бы была сферическая, то да. Как космос-синус. А такая типа, раз он с плоского, и смысл владеть. Властей, полномочий, президента, как правило, нет. Парламентский режим, главным действующим лицом является парламент, избирается палата парламента, да, то есть законодательная власть. А оттуда тогда берет полноченная власть. А сферическая власть, из-за этого, просто из-за этого. А из кого он означает парламент? Ну, из своих помощников. Из каких бы, прошли выборы, и, соответственно, прошло там 4-5 партий. Кто формирует правительство? Ну, лидеры, по-моему, партия. Партия, победившая на выборах, формирует правительство, ее лидер становится премьер-министром. Значит, отметим, в парламентском режиме исполнительную власть формирует власть законодательная, Я ему сказала, ну, мы можем... Исполнительную власть формирует законодательная власть, то есть парламент. Партия, которая побеждает на выборах, формирует правительство, ее лидер становится премьер-министром. Премьер-министром. По-разному может называться. Канцлер, например. Но, тем не менее, если что формирует правительство, ее видят, становится премьером. Премьером. Поэтому мягкое разделение власти избирается одна весть власти, которая потом формирует старую весть власти, исполнительную власть. Но здесь возникают следующие сложности, которые в случае с тем формируетским режимом. Отметьте, что только Великобритания могла до 2010 года формировать однопартийное правительство. Только в Великобритании формировалась однопартийная правительство. На последних выборах даже в Великобритании не получилось формировать однопартийное правительство. И консерваторам, которые победили, пришлось объединяться с демократами. Отметьте, что только Великобритания благодаря избирательной системе она может формировать правительство однопартийное. Чаще всего в парламентских режимах правительство коалиционное. Отметьте, коалиция. Представьте ситуацию. Значит, партия, одна партия набирает на выборах 31%, например. Вторая партия набирает 20%, третья партия набирает 222, 121%, четвертая 15%. Что формирует правительство? Чтобы сформировать однопартийное правительство, надо 50% плюс один голос. Получить на выборах. Ни одна партия не получила абсолютного большинства. Соответственно, что делать в этой ситуации? Кому, с кем можно договориться? Может договориться первая и вторая партия. Может договориться первая и третья партии. Формировать двухпартийное правительство. В любом случае, партия, которая побеждает на выборах, она правительство прежде всего формирует. Ее лидер всегда предъявленный но правительство может быть коалиционным. Здесь коалиции могут быть двухпартийные, трехпартийные, иногда и больше. Отметьте, что бывают режимы устойчивых коалиций. Устойчивых коалиций. Когда там две партии постоянно находятся или три партии в коалиции и, соответственно, всегда формируют вместе правительство. Пример Германия. Германия. В Германии эта коалиция выглядит следующим образом. ХДС плюс КСС. Кристианско-демократический Христианско-социальный союз. Лидер христианских демократов Меркель является сейчас канцлером Германии, но на последних выборах даже этому блоку не удалось набрать большинство голосов и они еще в свои коалиции добавили свободных демократов. Но, тем не менее, если взять историю Германии, то эта коалиция очень устойчива. Другой коалицией является СДПГ социал-демократы Германии, которые обычно объединяются с зелеными. Зеленые это экологические коопатии Германии. Вот эти коалиции друг друга меняют. То есть, до Меркель канцлером был лидер социал-демократов Шрёдер, и вот была эта коалиция власти, Меркель пришла на место Шрёдера, стала эта коалиция власти или постоянная неутойчивая витамина. Есть страны с неутойчивыми коалициями. Дай, можешь, почитай. Яркий пример Италия. Страны с неутойчивыми коалициями. Примером является Италия. В Италии после Второй мировой войны сменилось более 60 правительств. Правительственный кризис норма для Италии. Бывали периоды, когда за год менялось по два по три правительства, то есть мы назначались новые выборы и правительство не могли сформировать, либо оно проработало по 10, по 2 и так далее. А значит, естественно, что когда там 3-4 партии организуют правительство, то в этом правительстве очень сложно даже одной из ключевых проблем всегда является вилёк портфель в министерстве. Потому что вы представьте, вы из разных групп, вы формируете какое-то ваше общее правительство и будете определять кто каким министром будет. Есть посты очень востребованные, очень престижные министерские, есть посты непрестижные. Естественно, что все хотят быть министром ничего, как из министерства. Обороны. Обороны еще обороны. И финансов. Это главное министерство, которое все хотят возглавить. Обороны, иностранных дел. Кто не хочет никогда быть министром труда, например, социального развития, или, я не знаю, культуры и так далее. Поэтому даже на этом этапе могут возникнуть очень серьезные противоречия, когда они могут договориться в результате новые выборы, новое формирование правительства. А третий тип режима, третий тип режима, это полупрезидентский либо смешанный режим. Третий тип демократический режима, полупрезидентский режим. Полупрезидентский режим. Попробуем, что вообще классическим примером полупрезидентского режима является Франция. Ну, это подсновка или... Ну, так вот, мы просим, почему мы не взяли все на пяти президентского и парламентского режима, почему это по-мешиму. Ну, там же все равно можно просписывать. Ну, если ты, короче, смотри. Польша, Турция, Украина, Россия, Грузия, Турция, Турция, Украина, Россия. Но классический пример именно Франция. Российский режим в корне отличается от всех полупрезидентских режимов. Но мы о нем отдельно поговорим. Значит, в полупрезидентском режиме на штабике избираются два высших органов власти. Это глава государства президент и палата парламента то есть законодательная власть. Избираются два высших органов власти. Глава государства президент и палата парламента то есть законодательная власть. Президент, глава государства, главнокомандующий, обладающий огромными полномочиями Угол в президентском режиме. Записывать не надо, но он определяет внешнюю политику. Основные реабилитеты во внутренней части, означает целый ряд должностных ответов и так далее, будет чрезвычайное положение. Но, единственное, нюансы в том, что президент не является главой исполнительной власти. А в день в президентском угол в президентском режиме президент не глава исполнительной власти. Это в России. А вообще в полупрезидентском режиме исполнительная власть формируется точно так же, как и в парламентском режиме. Проходят выборы. Партия, победившая на выборах, формирует правительство. Ее лидер становится премьер-министром. Отметьте, что в полупрезидентском режиме правительство формируется парламентским большинством. В полупрезидентском режиме правительство формируется парламентским большинством. Парламентским большинством. Лидер партии, победившей на выборах, становится премьер-министром. Становится премьер-министром. Отличительная особенность полупрезидентского режима является то, что правительство несет двойную ответственность перед парламентом и перед президентом. Отличительная особенность полупрезидентского режима состоит в том, что правительство несет двойную ответственность перед парламентом и перед президентом. Президент может распустить правительство. Парламент может выразить воздум недоверия правительству. То есть правительство – это такой третий центр власти между парламентом и президентом. И находится между двух огней – между законодательной власти и президентом. Президент может распустить правительство, парламент может выразить воздум недоверия. Это достаточно сложный тип режима. Почему? Потому что все хорошо. Что с этим режимом не было? Почему? Ну, получается, мы так расписываем. Теперь смотрим, что на секунду, цель оболевать должна быть и кранична, и должна быть, как бы, в производном прерыве. Вот, условия, ошибка у нас заключается. Вот я расписываю, нахожу B2B. И мне надо найти коэффициент отражения и прохождение. А он все-таки так. А вот, ну, типа, коэффициент отражения, там, как бы, ну, там, расписываешься. И попробую все, что там сделано. Но там и соблюдаются, конечно, в ходе демократии, в ходе проходят нарушения, права человека не соблюдаются. Основные типы недемократических режимов мы с вами чуть позже рассмотрим. Давайте начнем рассматривать российский режим. Сразу было понятно, в чем отличие в российском режиме. Вопросы о его демократичности, конечно, это открытый вопрос, да, очень такой спорный. Но, тем не менее, значит, присутствует себя представляет российский режим. Значит, российский режим находит свое отражение в Конституции 1993 года и представляет собой полный президентский тип режима. Вместе с тем, очень специфический тип режима. Значит, главой государства в российском режиме, который избирает со всеми гражданами, является президент, обладающий просто огромными полномочиями. Глава государства, главнокомандующий, назначает референдумы, вводит чрезвычайное положение. Совмешняя политика находится в руках президента, определяет направление внутренней политики, назначает заложных лиц и так далее, и так далее, и так далее. Значит, но вместе с тем, президент России не глава исполнительной власти. Значит, отметьте, президентом может стать... Кто у нас? Какие ограничения существуют для... Ваши 35 лет. Возраст 35 лет. Гражданин Российской Федерации. Что? Ну да, там есть моральные такие сенсы, там насчет судимости не покажено. Отслужил в армии. Судимость покажена? Нет, ну... Возраст, где мы с покажем, это не считается психиатом. А, да. Что думаешь, что еще? Отдельно не оговаривается у нас никаких, кроме судебной власти, вообще образования к нашим чиновникам, к нашим чиновникам не оговаривается. Значит, кстати говоря, ну давайте напишем еще одно ограничение. В течение 10 последних лет он должен проживать на территории Российской Федерации. 10 последних лет должен жить на территории Российской Федерации. Если человек работал послом в Соединенных Штатах, он не может баллонтироваться по президенту России. Их 10 последних лет, это цен за все области, так называемый, должен проживать на территории России. Интересный момент, что в российской конституции написано, что он должен быть гражданином Российской Федерации, но нет пункта о том, что он должен родиться на территории Российской Федерации. В Соединенных Штатах существует как раз конституция-говорка, что только человек, родившийся на территории США, может стать президентом. Это касается только президента, поэтому Шварценеггер, например, он может быть губернатором Калифорнии, но он никогда не станет президентом Соединенных Штатов, потому что он родился не в Соединенных Штатах. Там с Обамой было очень много вопросов, родился он на территории или не родился. Республиканцы говорили о том, что его владенчестве привезли на территорию Соединенных Штатов, пытались это доказать, у них ничего не получилось. Но, тем не менее, в России человек, который стал гражданином России, приобрел это гражданство, либо не родился на территории Российской Федерации, он может практически стать президентом. То есть, если в США даже в поездке родился ребенок, то он уже не сможет стать? Нет. Он должен родиться. Там прямо так написано. Родители такие. Собава, как раз вопрос, что его там в день-три недели привезли на территорию США, то есть, грубо говоря, может, и в поездке он родился, да? Но, значит, не смогли это доказать. Если бы доказали, то они бы оскорили его президентство. Один и тот же человек, напишите, не может быть президентом России более двух сроков подряд. Более двух сроков подряд. Формулировка интересная, которая, естественно, привлекла внимание всех, да? И в Конституционный суд обратились к вопросу, что такое два срока, не более двух сроков подряд. Означает это, что два срока, и на это все, или это означает, что сроков может быть 20 или 100, но с перерывом, да? То есть, два срока подряд, перерыв, потом опять два срока. Конституционный суд сказал, что вы сроков можете сколько угодно, но только обязаны человек сделать перерыв. То, что и сделал наш президент сегодняшний, да? Когда он два срока пробыл президентом, вот эти четыре года ушел на должность к министрам, да, и сейчас спокойно уже может быть не только на третий, но и на четвертый срок балансироваться. Срок президентки поломочий сейчас составляет 6 лет. С 2008 года. До 2008 года срок составлял 4 года. Президент Медведев, но избранный, да, один из первых решений, его инициатива была увеличить сроки полномочий президента. Для него это не играло никакой роли, потому что закон обратной силы не имеет. Естественно, он пробыл 4 года, но подается ему приемник, он сделал хороший, да, то есть 6 лет прибавил еще 2 года президентских полномочий. Значит, помимо президента избирается палата парламента. Тише. Палата парламента. Вообще парламент России называется Федеральное собрание Российской Федерации. Вот так называется Российский парламент, Федеральное собрание Российской Федерации, которое состоит из двух палат. Государственная дума и Совет Федерации. Совет Федерации. Две палаты в парламенте, Государственная Дума и Совет Федерации. Избирается одна палата Государственная Дума. Государственная Дума. Избирается Государственная Дума. Значит, депутатом Государственной Думы может стать человек, гражданин России, опять же. Какой здесь возрастной ценз? Нет. 21 год должен исполниться. 21 год. Больше никаких ограничений для депутатов нет. Опять же, не образовательных, имущественных и так далее. Никаких центров. Гражданин России и 21 год должен исполниться. То есть коммерческую деятельность должен только в случае правильного прекращения? Естественно, да. То есть когда вы избрали депутатом, стали работать депутатом, стали получать зарплату депутата. В зависимости от вашей профессии, называют депутат государственный дух. Что коммерческую деятельность, естественно, нужно сказать. А значит, отметим, что 450 человек у нас заседает государственный дух. 450 человек. Достаточно много. 450 депутатов. Государственная дума избирается с 2008 года на 5 лет. До 2008 года было 4 года. Опять же, полномочия Государственной думы. Сейчас 5 лет. То есть следующие выборы будут уже... Какому у нас? В конце 16-го? Нет. В конце 11-го же были выборы. Да. В конце 16-го. 1-го, правильно. Значит, дальше. Совет Федерации, третье. Это два. Представляет регионы. Субъекты Федерации. Значит, Совет Федерации представляет регионы. Интересы регионов. Это палата. Мы подробно рассмотрим формирование палаты Совета Федерации, когда будем рассматривать государственное устройство. Значит, отметим, что по два человека, по два человека от каждого субъекта Федерации, то есть от каждого региона в Совете Федерации присутствуют по два человека. В том числе регионом является Свердловская область, и два сенатора представляют Свердловскую область в Совете Федерации. Это Росель и Чернецкий, лучший губернатор в Марио Катеринбургах. Значит, сенатор должен также быть, естественно, гражданином Российской Федерации. И здесь возрастной цензу 30 лет. 30 лет. Так, смотрите, значит, 5 минут, да? Ладно, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok